Игра проходила таким образом, что стало понятно, что результат мог зависеть от того угола, то есть до забитого мяча. В принципе, оно так и получилось. К сожалению, не в нашу пользу. Поэтому здесь только остается поздравить команду хозяев заслуженной победой. Это вторая победа Сахалина над Денисеем за всю нашу историю. Немалую встречу. Как вы считаете, Сахалин заслужен? Он сегодня выиграл? Нет, они сыграли очень организованно, ждали. Это свой момент. Они более креативно на завершающей стадии играли. Это им вознаградилось. Нам не хватило игры впереди на завершающей стадии. Подходы к атаке были. Достаточно было для игры на выезде. На завершающей стадии этого креатива и этого завершения нам не хватило сегодня. Вы наверняка готовились к игре, просматривали старые игры. Отличаются они из-за входа, может быть, на ваших лет новых тренеров? Там именно схема игры в присмотре. Наверное, больше с организацией. Сегодня команда более организованная выглядела от начала до конца. Дмитрий, первый тайм, положая руководство, признаем, что мы засыхали. Красноярцы огрызались. Довольно-така, ощутимо. Но все-таки большую часть времени провели в защите. Что произошло в втором тайме? Команда поменялась? Нет, дело в том, что мы тоже готовились к игре. Мы знали, что наши кредиты – это быстрые атаки. В первом тайме мы и старались, мы больше внимания уделяли обороне и рассчитывали на быстро атакующие действия. Но все-таки качество на поле и то, что ребята все-таки большие переезды, им вот этой скорости, креатива не хватало для быстрых атак. Мы попробовали где-то подвинуть игру на поле противника и сыграть все-таки более таких, более продуманных уже атак делать. Но вот, к сожалению, на ответные атаки пропустили гол. А это уже потом поломало игру ребятам. Команда практически уже решила вопрос. Ну, я думаю, что в десятке остаться. Есть ли задачи? Нет, так говорить нельзя. Десятки остаться. У нас задач, конечно, нет. Но мы всегда настраиваемся. Сейчас до лета нам нужно доиграть сезон. Но в каком плане доиграть? Мы в любом случае всегда стараемся играть на результаты, выходить и играть на результаты. А здесь уже как получится. Таких глобальных задач нет. Но, конечно, постараемся десятки, восьмерки быть, если все получится. У меня последний вопрос. Скажите, отношения на сегодняшний день к Красноярскому университету и руководству в крае положительные и все-таки хотелось лучше? Да нет, все нормально. Мы просто понимаем, что очень сильно затронула кризисная сторона. И поэтому ребята все знаем. Мы тренер, даже руководство все знаем. Мы просто играем. Настолько это возможно, что мы не смогли усилиться в этом году. И, к сожалению, именно впереди мы самые большие потери понесли. У нас ребята до сих пор у Рыжо там и Томбадон до сих пор не восстановились положенным образом. Да, да, да. Сейчас лишонка потеряли. Тот, который мог продуманно, креативно играть впереди. Поэтому мы понимаем свои сложности, но мы верим в руководство. Мы знаем, что сейчас еще на подсоку к университету обязательно будут какие-то цели, задачи ставить в будущем. Просто нам надо работать, а лучшие времена они настанут обязательно.